МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекордный по количеству боеприпасов и ассортименту арсенал, обнаруженный накануне под Киевом правоохранителями, оказался игрушечным. Бункер с оружием на самом деле является складом одного из столичных интернет-магазинов. Более того, в магазине говорят все так называемые боеприпасы. Это макеты, они деактивированы и продаются для учебных целей. Но правоохранители муляжные ракеты забрали на экспертизу, а собственник магазина теперь говорит, его обокрали. Руслан Смещук выяснял все детали. Ну вот, например, изъяты были вот такие мины, да. Вот они, на ней написано. Учебно-тренировочная мина. Она полностью представляется как болванку. Скандал с обнаруженным под Киевом оружейным арсеналом и даже БТРом набирает обороты. Владелец изъятых стволов, боеприпасов и запчастей, предприниматель, реконструктор и волонтер Геннадий Конев заявляет, все изъятое полицией просто муляжи. И законно продается в специализированном магазине. Бизнесмен обвиняет правоохранителей в незаконном проникновении на территорию частной собственности, взломе и нарушении процессуальных действий. Мол, если нужно для экспертизы, сам бы добровольно все передал полиции и экспертам. Без спецназа и взлома. Простояли мы под забором пять часов. Никто к нам не вышел. Нас на территорию, меня, хозяина, не допустили на территорию. Девять часов вечера охранник позвонил, что приехало две фуры, загрузило что-то. И его попросили подписать протокол о том, что протокол получен, экземпляр. Он протокол подписал, но протокол ему не дали. Все сели и уехали с двумя фурами. За прошедшие сутки сообщения столичной прокуратуры о проведении этой спецоперации в интернете украинцы активно репостили. А когда рассмотрели на минах и снарядах отметки «Муляж» и «Учебная», посыпались едкие комментарии в адрес силовиков. В ответ на волну критики надзорное ведомство распространило уточняющую информацию. В частности, в прокуратуре утверждают, что все процессуальные действия проводились в полном соответствии с законом. И что сейчас ведется экспертиза, которая и установит, что же все-таки изъяли. Настоящее оружие и боеприпасы или муляжи. Восторг бункера действительно есть предприниматель, имеет интернет-магазин и занимается такой деятельностью. Проте, за наявной у нас информацией, он так и занимался нелегальным сохранением оружия. Поэтому мы эту информацию проверяем следующим шляхом. В понедельник Геннадий Конев идет на допрос в прокуратуру. Предприниматель рассказал, намерен выставить правоохранителям счет за нанесенный моральный и материальный ущерб. Руслан Смещук, Никита Исайко. Подробности – телеканал «Интер». А в Полтавской области от смертельной игрушки погиб мужчина. Произошло это в гребенке. В полиции говорят, боеприпас разорвался у него прямо в руке. Гранату у себя дома мужчина демонстрировал своей подруге. В этот момент заряд и сработал. По предварительным данным, это была РГД-5. Полиции удалось узнать, боеприпас погибшему продал знакомый. Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли еще одну гранату F-1 и несколько десятков патронов. Владелец оружейного склада задержан. Откуда у него арсенал, еще выясняют. Не исключено, что смертельные игрушки незаконно вывезены из зоны АТО. Еще одна смерть от взрыва. В Хмельницкой области при невыясненных пока обстоятельствах погиб действующий сотрудник полиции. Все подробности у Ольги Паламарюк. Тело мужчины обнаружил местный житель сегодня с утра неподалеку от полигона на обочине дороги. Рядом с телом воронка от взрыва гранаты. На место прибыли оперативники, установили погибший сотрудник полиции. В правоохранительных органах с 2004 года был одет в гражданское. В ходе огляда тела уже установили, что это действующий представитель полиции. С 1977 года народа. Он на данный момент перебывал на Ликарняно. Сейчас 1 листопада. Там такая местина, что поруч полигон. То даже там, как вышли с болота, он не чувствует до места. В Хмельницком управлении полиции по факту гибели сотрудника уже открыли уголовное производство. Расследователи будут по статье «Умышленное убийство». Следователи рассматривают несколько версий, но вот месть за профессиональную деятельность полицейского отрицают. Известно, что погибший проходил службу в зоне АТО, имел статус участника боевых действий и жил в Хмельницком. Больше подробностей пока неизвестно. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер. 120 тысяч гривен за свободу. Двое полицейских, подозреваемых в убийстве жителя поселка Кривое озеро Александра Цукермана, вышли из СИЗО под залог. Суд разрешил. В прокуратуре не были против такого решения, поясняя, что бывшие правоохранители сотрудничают со следствием. Тем более, что главный подозреваемый остается под стражей. А вот как отреагировали на освобождение родные и односельчане убитого, которые, требуя правосудия, устроили погром в райотделе? И улеглись ли страсти в поселке спустя два с половиной месяца после убийства? Кирилл Ющишин выяснял. Сегодня в Кривом озере спокойно. На фасаде отделения полиции следов ночного погрома, который жители устроили после убийства Александра Цукермана, не осталось. Ворота отремонтировали, поменяли вывеску. Полицейский тоже в новой форме. Новый и начальник. Александр Грапинич, бывший патрульный из Николаева, говорит, люди в поселке ждут результатов расследования убийства. Сейчас выполняются следственные действия. Люди это понимают. Сберегается порядок, спокойствие. Найти полицейских, которые вышли из СИЗО под залог Николая Хоменко и Александра Прищепойду, нам не удалось. Не видели их здесь и бывшие коллеги. Местные жители возмущены, что суд разрешил им выйти из-под стражи. Но подниматься на новые протесты люди пока не собираются. Конечно, неправильно. А как же это правильно? Чтобы бы такая людина убила, как мы, то бы закрыли. Никто бы никого не отпускал. А так это же милиция. Мать погибшего, Александра Цукермана, говорит, лично попросила односельчан больше не бунтовать, пока идет расследование. Но в то же время она недовольна работой прокуратуры. В материалах много неточностей. Следователи неправильно зафиксировали им место убийства и даже спутали, кем ей приходится убитый сын. Следующий дальше читает. На моей улице. Где же моя улица, как у меня Шевченко, а там Некрасова. В конце Саша мой человек. Ну да и что, это же следователь образованного людей написала. Ольга Цукерман подозревает все это неспроста. Эти ошибки позволят затянуть следствие или отправить дело на повторное расследование. Или даже дадут возможность подозреваемым обжаловать любой приговор. Женщина намерена добиваться, чтобы все неточности были исправлены. Иначе предупреждает поедет в Киев искать поддержки в Генеральной прокуратуре. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер Николаевской области. И еще один вольно отпущенник. Экс-чиновник Укрзалезныца Иван Федорко, который спровоцировал аварию с участием фотокорреспондента Максима Левина, отделался смешным штрафом. Чуть больше 8 тысяч гривен и запретом садится за руль полтора года. Напомню, летом автомобиль Федорко выехал навстречу и столкнулся с машиной корреспондента. Там, кроме журналиста, находились трое маленьких детей и супруга. Свидетели уверены, Федорко был пьян. Однако суд это не учел, поскольку медицинского подтверждения не было. Сейчас Левин намерен подавать апелляцию. Тем временем в МВД предлагают расширить полномочия полицейских. Речь идет о 14 законодательных изменениях. Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на предоставленный ведомством документ. В МВД предлагают, среди прочего, ужесточить ответственность за побег с места ДТП, а также увеличить сроки задержания за админ правонарушения и отменить понятых, когда водителя проверяют на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, планируют обязать водителей документы передавать, а из машины не выходить без разрешения полицейского. Но чтобы инициативы МВД внедрить в жизнь, их должен утвердить парламент. А там, по крайней мере ранее, далеко не все фракции заявляли о своей готовности поддержать расширение полномочий силовиков. С другой законодательной инициативой выступает генеральный прокурор. Сегодня Юрий Луценко встречался с семьями Героев Небесной Сотни, после чего заявил, будет просить президента Петра Порошенко внести в Раду как неотложный разработанный ГПУ законопроект о внесении изменений в закон о заочном осуждении. Генпрокурор говорит, тот документ, что есть сейчас, несовершенен. По словам Луценко, правки нужны, чтобы избежать возможных обвинений со стороны Европейского суда по правам человека и выборочного правосудия. В Киеве могут запылать шины. С такими угрозами выступили черкасские активисты после вчерашнего штурма местного главка полиции. Как ситуацию комментируют сами правоохранители и насколько спокойно сейчас в Черкасах, выясняли наши корреспонденты. Это видеопикет о под зданием управления нацполиции Черкасской области было снято два дня назад. Тогда, едва узнав о назначении на должность начальником главка Валерия Лютова, активисты решили устроить ему незабываемый прием. Но не срослось. Официальное представление неожиданно отменили. Но свое обещание активисты сдержали. В пятницу вечером главного областного милиционера уже пытались представить подчиненным. Все закончилось штурмом главка. Около полусотни активистов через полицейские кордоны с боем прорвались внутрь. Гоньба! 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 Общественники говорят, не принимают кандидатуру Валерия Лютова из-за его биографии. После ухода на пенсию с должности руководителя Харьковского ГАИ, он почти два года работал советником одиозного Геннадия Кернеса. Тем не менее, спустя два часа Лютый вышел к активистам. А вот глава нацполиции Хатия Деканаидзе уже заявила, на штурм главка отреагирует после обсуждения ситуации с министром внутренних дел Аваковым. В свою очередь, активисты предупредили, уже готовы перенести свои акции протеста из Черкасс в Киев под МВД. И шины будут гореть уже в столице. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер Черкассы. А на границе на стену Яссенюка нападают кабаны. Широко разрекламированный проект экс-премьера постоянно подвергается нападениям диких животных. В результате набегов неприступная преграда для агрессора уже вся в дырах. Об этом одному из интернет-изданий рассказали жители приграничного поселка в Харьковской области. Стадо, мигрирующее через российско-украинскую границу, постепенно разрушают сеть награждений. Напомню, на проект уже потратили свыше 650 миллионов гривен. Сейчас он готов всего на 12%. Нантова в НАБУ рассказали, что строительство стены будут расследовать детективы. А теперь о реальной угрозе. Более двух десятков обстрелов за сегодня на Востоке зафиксировал штаб АТО. Самый плотный огонь боевики вели на Мариупольском направлении. По-прежнему неспокойно в Авдеевке и Зайцево. Там наемники используют минометы с запрещенных калибров в основном в ночное время. Подробнее наш корреспондент Ирина Баглай. Как по расписанию, под Донецком наемники активно пытаются уничтожить позиции военных. Бойцы уже наизусть выучили тактику врага. Они начинают сначала стрелять с РПГ. Это можно сказать как предупреждение. Потом начинается стрелковый бой. Под стрелковый бой начинают работать АГСы, мины. Да, и ночью мины работали, восьмидесятки в основном. Более стрелковое, более мелкоразрывное. То есть они стараются не так как бы нас убить, потому что с наших позиций тоже тяжело нас вывести. Они стараются вывести нас из строя. Холодно. Холодно, ну как. Вот немножко печку ставим, бойницы немного прикрываем, потому что сквозняк сумасшедший. Невозможно просто замерзать. Пока тишина, армейцы пытаются укрепиться. Днем проливной дождь, а ночью уже заморозки. Времени на строительные работы несколько часов, пока светло. Как только сумерки, боевики выводят на линию огня свои минометы. Ну все было, и мины прилетали 120-е, и так крыли нас с пулемета. Начиная от терминала, и вот они пошли, пошли, пошли. Вот так вот эта сторона. Они как-то веерно стреляют или что? Ну, больше всего они стреляют на этом самом, на зеленке у нас. В основном идет интенсивность обстрелов, начинается в ночное время, начинает с 9 вечера и до 3, до 4 утра. Какая у них тактика, то есть, и что используют? Тактика, ну, начиная от стрелкового оружия, то есть автоматы, пулеметы, ну и гранатометы. По последним, скажем так, соприкосновениям можно сказать, что это, ну, подготовленные люди. Боец с позывным «Быстрый» ночью отбил очередную атаку боевиков. От скорости его реакции зависит безопасность остальных военных. И чтобы подавить огонь противника, самому приходится выходить с пулеметом из укрытия. Так как у них там высокая сухая трава, тепловизор их не видно, вспышек тоже не видно. Надо только вырыть пули. Но это тоже опасно, потому что, чтобы с него стрелять, нужно хотя бы по груди вырыть из окопа. Позиции настолько близко, что, стреляя по военным, наемники могут накрыть и своих. И зачастую снаряды перелетают и попадают по домам мирных жителей. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. В канун дня освобождения Киева от фашистов в поселке Гатное состоялась торжественная церемония перезахоронения павших солдат. Земле были преданы останки 60 воинов, погибших во время обороны украинской столицы. 20 человек удалось идентифицировать личные вещи и документы героев были переданы родственникам. Уже более 10 лет поиском погибших во время Второй мировой занимается отряд Днепр-Украина. Я хочу подякувать от своего сердца, хлопцам из Днепра-Украины, с отряда, який уже на протязи майже 15-ти роков повертає наших загиблих воинам з небуття, дающим им спокойствие в земле. Я хочу подякувати ветеранам, які сьогодні присутні з нами. Дякую вам за те, що ви відбудували після війни нашу державу, за те, що ви дали нам можливість всі роки жити в спокойній мирі. Це дуже добре, що не забувають, що люди захищали Україну і залишили свою голову тут. Так хоч знайдуть, хоч родственники будуть знати, що де він похоронений, приїхати помінути його, вспомнити хорошими словами. Замурованная контрабанда. Словацкие таможенники задержали жителя Закарпаття, который пытался провести сигареты, забетонировав їх і выдавая за стройматериалы. Стражей кордона смутил слишком малый вес бетонних блоків. Їх отправили на сканер, обман раскрылся, сигареты з'явили. Пограничникам пришлось вручную разбивать брикеты, щоб подсчитати количество контрабандних сигарет. Кроме контрабандистів, активизувалися в западних регіонах імігранты. Нелегалі пытались попасть в страны Євросоюза до наступления зимы і сильних морозів. Ночі в Закарпатті задержали большу групу беглеців, 22 чоловіка. Причем 16 із них пограничники поймали всього в 200 метрах от словацкой границі. Они только готовились пересечь кордон. Ще шестерых задержали после того, как їх выдворили на українську сторону словацкие коллеги. Среди задержанных 18 мужчин і 4 жінки. Ні один із них даже не говорить на англійськом. Усі затримані доставлені до пункта динфістового тримання човського прикладного загону. Документів у затриманних при собі не було. Однак стало відомо, що це є громадяни Єднену, Афганістану, Індії та Пакистану. Махінація на мільйони. Івано-Франковську строительну фірму, яка виграла тендер на ремонт дороги Мукачево-Львов, подозревають в хищениях 25 мільйонів гривень бюджетних денег. Як одной і той же фірме удається получати госзакази один за другим, виясняли наші корреспонденти. Афганістану на мільйони. І не тільки цих. За 245 мільйонів гривень в тому році она також отремонтувала участок цієї трасси на території Львовської області. Але сотрудники фіскальні служби усомнились, все ли срідства пошли по назначенню і решили проверити. І, як вияснилось, не зря. Подозревають, стоимость роботи була завышена як мінімум на 25 мільйонів гривень. Проводиться досудове розслідування за фактом заводження бюджетних гривень при виконанні робіт за будівництво автомобільних доріг на території Івано-Франківської області. Следователи уже получили разрешение суда на проверку всех банковских счетов компании. Рассчитываються их помощью доказать, що должностні лиця строительной фірми значительно завысили цены на приобретенні строительні матеріалу. Фірма оформлена на Івану Непик. Але, як вияснили журналисты сайта «Наші гроші», контролює компанію народний депутат Олександр Шевченко, котрому принадлежить також курортний комплекс «Буковель». Там прежде і работала Іван Непик. І именно благодаря нардепу фірма і виграла тендер, обойдя всіх конкурентів. Даже тех, кто готов был осуществить ремонт за гораздо меньшу суму, пишут «Наші гроші». В тендерному комітеті отрицають, мол, чесно выбирали лучшого підрядчика. По інших представникам, по інших підрядниках, які хотіли приймати участь, виключно в зв'язку з тим, що ними не були дотримані вимоги технічного завдання. По технології вони подавали свої пропозиції, вони або з порушенням технології, або забували включати певні види робіт. І в зв'язку з цим в них виходила дешевша ціна в пропозиції. Служби автомобільних дорог тоже никаких претензій к строителям не мають. Утвердждають, проводили проверки, нарушений не нашли. Нам важливо, щоб вони здавали нам роботи згідно тендерної документации. І все це перевірено і підтверджено, що воно так і є, ніяких перевищень, завищень з боку підрядних організацій немає і бути не може. Недавно эта ж строительна фірма виграла тендери на ремонт і остальних участков трасси. І не тільки в Івано-Франковській, але й в Закарпатській області. Всего з іюня 2015-го строители получили подряды на сумму в 3 мільярда 35 мільйонів гривень. Ольга Іванченко, Юрий Красновський. Подробности телеканал Интер. Івано-Франковська область. В Турції продолжаются массові аресты. На цей раз за решеткою оказались 9 журналистів одной із оппозиційних газет. Іх обвиняють в поддержці іюльського военного переворота. Тільки вчера по цим же обвиненням под стражу взяли 9 депутатів, включая лідера оппозиційної прокурдської партиї. Подробні в матеріалі Светланы Чернецкой. Слезоточивий газ і водомёты. Так, стамбульська поліція розгоняє сочувствуючих арестованным журналистам. Як тільки появилась інформація о задержанній сотрудників газети Джумхуриєт, люди масово стали приходити к офісу іздання. Джумхуриєт считається последней независимою газетою в Турції. Ё журналисты не боялись критиковать президента Ердогана, за що і поплатились. За решеткою оказали журналистика і право людей на інформацію. І реальна причина арестів – це закритие всіх оппозиційних СМІ. Джумхуриєт була символом независимої преси, она не подчинялась властям. Среди арестованних – главний редактор іздання, известний в країні карикатурист і оппозиційний колумніст. Іх обвиняють в связях з боєвиками Рабочей партиї Курдистана і движением мусульманського проповедника Фетхулы Гюлена, який считають вдохновителем іюльського военного переворота. За останні два дня за решеткою оказались ще 18 политиків із оппозиційної прокурдської демократичної партиї народів, в їх числе і лідер партиї. Це нельзя так оставлять. Арестовали политиків, за котрих голосували люди. Вони пришли в парламент, одержав победу на выборах. После провалившогося путча по країні прокатилась массовая волна арестів. По обвинению в участии в попытках переворота, за решетку брошены 37 тисяч человек. Ще около 110 тисяч уволені зі своїх должностей і відстрінені. Закрыли 170 газет, журналів і телеканалів. Соединенные Штаты глубоко обеспокоїли арестами оппозиційних депутатів, а також блокування доступа к інтернету. В Європі і США такі методи розправи считають недопустимими і подозревають, що президент Ердоган використовує попутку военного переворота для подавлення інакомыслия в країні. Светлана Чернецкая, подробності, телеканал «Интер». ІГИЛовці в рядах немецкій армії. Военна контрразведка Германии разоблачила около 20 солдат, оказавшихся переверженцями радикального ислама. І ще 60 немецких военнослужащих під подозренням. Проверки в армії начали после терактов в Брюсселі і Париже. Оказалось, що завербованні ісламісты йдут служити в армії, щоб научитися пользоватися оружіем і военна техніка. А полученні знання і навыки собираються применити для осуществування терактів в самой Гермії і за рубежом. Іщут в Германии не тільки терористів. Расследовання начали і против основателя Фейсбука Марка Цукерберга. В прокуратуру Мюнхена поступив іска от адвоката Чяньо Цзюня. Він обвиняет Цукерберга і троих топ-менеджерів компції в пособничестве разжиганию межнаціональной розни. Вменяють їм бездействие. Мол, не реагирують на призывы к убийствам, отрицание Холокоста і інші посты ненависти. В искі указанні конкретні случаи, коли Фейсбук, зная о противоправному контенті, не удаляв його. Цукерберг, пока начатое розслідовання, не комментирує, але ще в начале року він пообіщав решити проблему хейтерів в сеті. Кибервійна накануне выборов. «Военные хакеры ШАП проникли в российские компьютерные сети і даже систему управління Кремля». Такі заголовки сьогодні в американських СМІ. «Почему вдруг тайна стала явным» і на що намекають в Вашингтоні, знає Дмитрий Анопченко. Пресса сьогодні действительно наделала много шуму. NBC News анонсувала специальний репортаж, в якому його журналисты получили доступ к тайному американській розвідці. В частності, к інформации о том, що американські военні хакери внедрились в российские компьютерні сети. Управління телекоммуникаціями, енергетикою і даже в свята і святых комп'ютерні сети Кремля. Мол, росіяни тепер настільки уязвимы, що Соединенні Штати можуть в любой момент, коли сочтут це необхідним, атакувати с помощью кібероружія. Причем, цю інформацію NBC получила от високопоставленного представителя американській розвідки, його ім'я не називають, і відставних военних. Вони дають інтерв'ю каналу. Що інтересно, в цьому матеріалі с разными вариаціями постоянно звучит один і той же меседж. Соединенні Штати можуть атакувати, якщо Москва решиться с помощью хакерських атак повлиять на результаты предстоящих президентських выборов. Американские журналисты, с которыми я говорил сегодня утром, признаются, что эту информацию действительно предоставили американские официальные лица і предполагають, що таким образом разведка, скорее всего, хочет поиграть мускулами. І предупредити Россію, мол, не треба. Нікакої конкретної інформації в матеріале NBC не содержиться. Какі сети взломані? Кем? Когда? Прес-секретар Путина прокомментировав происходящее обтекаємо фразою «Безопасність обеспечивається» і на должному уровні. Официальные структуры США, в тому числе Госдепартамент і Белий дом, эту новость пока никак не комментирують. Хранять многозначительное молчання. Із США Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американське бюро телеканала «Интер». Нет красным макам. Британським футболистам запретили надевать символ мира во время официальных матчей. Но слушаться FIFA они не собираются. Почему возник конфликт і чем он грозит игрокам, знає наш британский субкор Оксана Кундеренко. Ноябрь – тот месяц, когда в Британии все цветет красным. Маками, которые украинцы перекладывают к одежде на 9 мая, здесь традиционно украшают все ко дню примирения – 11 ноября. Символ окончания Первой мировой войны продают на каждом углу, а средства идут на помощь ветеранам. Да что тут говорить, британцы жизни в эту пору года не представляют без красного мака в петлице. Политики в парламенте и кабмине, ведущие по телевизору, даже сама королева. Все публичные люди таким образом выражают свою гражданскую позицию. И вот эта женщина, новая генсек FIFA, Фатма Самура, решила покончить с обычаем. Строго-настрого запретила игрокам сборных Англии, Шотландии и Уэльса использовать маки на матчах отбора чемпионата мира. Что вы думаете о проблеме с маками? Как реагируете на бойкот вашего решения? Запрет вызвал негодование даже в парламенте. Премьер-министр Тереза Мэй не постеснялась лично высказать возмущение и недовольство по поводу нововведения. Меры предосторожности в FIFA просто оскорбительные. Наши футболисты хотят почтить память тех, кто отдал свои жизни за наш мир. Они этого достойны. Скажу одно, прежде чем диктовать нам правила, FIFA должна со своими проблемами разобраться. Футболисты тоже так считают и собираются дружно ослушаться, надеть на руки траурные повязки с вышитым маком. Отборочная игра как раз 11 ноября. На лондонском стадионе Уэмбли встретятся сборные Англии и Шотландии. Менеджеры обеих команд в этом солидарны. Мы удивлены тем, как они сами интерпретируют свои же правила. Неверно, но все решено. Мы свои памятные символы не проигнорируем. Естественно, мы не нарушаем никаких законов. Не считаем маг политическим или религиозным символом. Это символ мира и памяти. По уставу FIFA на матчах запрещено демонстрировать символы с политическим, религиозным или коммерческим подтекстом. Но в случае с маками вроде правила не нарушены. Хотя FIFA предупредила. Футболисты должны быть готовы к штрафным санкциям, если все же выберут красный цветок. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. НАСА тестирует гигантский телескоп из золотых зеркал, а во Франции подросток загремел в тюрьму за Wi-Fi. Все самые интересные новости мира смотрите в нашем обзоре. Тюрьма за названием Wi-Fi. 18-летний француз назвал домашнюю интернет-сеть именем Daish-21. Daish всемирно известный синоним террористической организации «Исламское государство». После того, как испуганный сосед заявил об имени Wi-Fi в полицию, парня приговорили к трём месяцам тюрьмы. Расследование не выявило никаких связей француза с террористами, но сам он объяснить свой поступок не смог. Вторую попытку суицида совершила информатор портала Wikileaks. Челси Меннинг, военнослужащая армии США, которая отбывает срок в техасской тюрьме за разглашение гостайны. Адвокаты считают, что причиной могли стать условия содержания. В этом году заключенную перевели в камеру-одиночку после первой попытки суицида. В августе 2013-го Брэдли Меннинг, Челси, тогда была мужчиной, приговорили к 35 годам лишения свободы. Но в тюрьме Брэдли сменил пол и получил новое имя. В 2010-м по вине Меннинга были рассекречены более 700 тысяч документов. Эфилева башня позеленела. Французскую башню подсветили зелёным светом в знак вступления в действие Парижского климатического соглашения. Документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. Причём это первая договорённость, которой должны придерживаться абсолютно все страны, независимо от их экономического развития. Космический телескоп из золотых сегментов. Специалисты НАСА начали испытания гигантского телескопа Джеймс Уэбб стоимостью почти 9 миллиардов долларов. Главное зеркало состоит из 18 шестиугольных пластин, изготовленных из лёгкого и надёжного бериллия, и покрытых слоем золота. Толщина драгоценного металла в тысячу раз меньше человеческого волоса. Телескоп будет наблюдать за Вселенной в инфракрасном спектре. Тестирование не только проверит работоспособность основного зеркала телескопа, но и определит его стойкость к внешним влияниям в космосе. Такими были главные новости этого дня. А главные события недели завтра проанализируют мои коллеги из итоговой программы. Не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом и вот главная тема выпуска. Откуда деньги? Удастся ли политикам погасить волну социального негодования, вызванную их миллиардными декларациями? С днём рождения, полиция! Чем могут похвастаться люди в погонах после года работы? Улица зовёт. Почему в Украине растут протестные настроения? И кто уже грозит власти прийти с вилами? Гонка вооружений. Легко ли обзавестись стволом? И сколько нелегального оружия держат в стронах украинцы? За развитием событий следите на нашем сайте, подробности ЮЭй. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин